Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Как и всегда, с утра мы с вами вместе анализируем ситуацию, которая сложилась на финансовых рынках, разбираем основные события и то, как они повлияли на основные инструменты, которыми мы спекулируем, собственно, и с недели в неделю. Сразу же к повестке экономического календаря, которая явно очень сильно контрастирует с первыми днями, собственно, этой недели, и особенно с вчерашним днем, когда рынки, по сути, были закрыты из-за празднования Дня Независимости в Соединенных Штатах Америки. Сегодня на площадках, можно сказать, уже все игроки. Мы ждем, как минимум, волатильность, которая должна соответствовать отчетам и статистике такого уровня, и такого потенциала влияния. Поэтому рынок сегодня будет ходить, вы это должны, собственно, осознавать, и поэтому любые трейды, которые будут проводиться, особенно если это торговля, осуществляется внутри дня, собственно, без каких-либо амбиций на желание поддержать сделку более длительный период времени, вы, конечно же, прежде всего, должны контролировать риски, и это очень важно. Сегодня у нас день, по сути, будет открывать снова фунт. В 13.00 по московскому времени у нас выступление Марка Карни, которое возглавляет британский регулятор. Очень хорошо, что сейчас у него будет возможность обсудить вместе с нами и дать намек нам, как рядовым трейдерам, на то, что будет с процентными ставками дальше. А что обсудить? Мы с понедельника по среду разбирали с вами активности в ключевых секторах британской экономики, промышленности, строительстве и сфере услуг. Сейчас уже можно все это резюмировать, можно все это подытожить, и поскольку в целом данные нас не разочаровали, мы можем говорить о том, что у британского регулятора есть больше сейчас оснований для того, чтобы поддерживать жесткую риторику и обозначить готовность действовать в августе в плане, конечно же, повышения ставок. Фунт, вы сами все прекрасно видите, держится сейчас молодцом. Выше отметки 1.32. Мы должны были зацепиться за это сопротивление. Мы должны сейчас сохранить позиции выше данного уровня, потому что в моем субъективном представлении фунт уже достаточно страдал, скажем так, от тех плохих отчетов, которые мы видели. И сейчас вот малейший позитив, как было отмечено, низкий порог значимости для финансовых рынков. Собственно, на этом малейшем позитиве британин сейчас отстраивается. И я даже попробую рискнуть, сказав, что, возможно, фунт сегодня будет по-прежнему замотивирован на движение. Не тем, что произойдет с долларом в расчете на реакцию на статистику по американскому рынку труда. Он будет замотивирован прежде всего ожиданиями вот этого долгожданного прогресса по Брекзиту. Более-менее конкретные новости у нас с вами будут в понедельник. Я боюсь, что в понедельник мы на брифинге еще не успеем разобрать, что было предложено британским правительствам по таможенным вопросам. Но уж в ходе торговой сессии вторника я уделю этому больше внимания. Сейчас мы ждем, собственно, позитив по Брекзиту. Поддерживаем, усиливаем его еще довольно неплохими отчетами по активности в трех секторах, о которых я говорил. А значит, как и раньше, ждем вместе со всеми, кто спекулирует фунтом авусовского заседания, ощутя на то, что британский регулятор все же поднимет процентные ставки. Думаю, что серьезного ослабления британцев мы уже не увидим, поэтому можно отстраивать долгосрочные длинные позиции. 15.15 у нас статистика EDP. Необычно, что этот отчет мы с вами разбираем за сутки до Non-Farm Perils. Обычно у нас больше времени, чтобы взвесить все за и против, переосмыслить статистику. Но, как я уже отметил, из-за того, что вчера в США был праздничный день, конечно же, отчеты по публикации поехали на сутки вперед. Поэтому мы сегодня с вами разбираем EDP и завтра Non-Farm Perils в 17.00 после EDP по штатам. Также активность в сфере услуг крайне важные отчеты, поскольку сфера услуга, я всегда делаю на это акцент, повторяю и, наверное, буду продолжать повторять. Нужно это усвоить, нужно это запомнить, то, что сфера услуг для развитых рынков, в коем, разумеется, относится Соединенные Штаты Америки, генерирует большую часть экономического роста и расширения. Поэтому в виде хорошей цифры по сфере услуга мы можем с небольшой натяжкой тут же прикинуть, какие темпы экономического роста в итоге нам удастся проанализировать, а спустя квартал. 18.00 запасы по нефти, нефтепродуктам и по статистикам по объему добычи. То есть сегодня и нефтянка локально из-за того, что этот отчет, в принципе, оказывает большое влияние на этот актив, тоже должна показать интересное движение. Хотя нефть в плане того новостного фона, который складывается, сейчас очень противоречивый инструмент. Я советую сейчас не метаться из стороны в сторону, хотя рынок заставляет, по сути, многих именно так и делать. Посмотрите, свеча вверх, свеча вниз, потом вот эти качели повторяются. Нужно усвоить уже для себя конкретную тенденцию, либо понять все же, какой уровень будет магнитом для этого актива дальше и куда котировки будут стремиться. Вот про нефт мы, конечно же, сейчас поговорим. И, пожалуй, очень неплохим десертом сегодняшней торговой сессии, а может быть даже по значимости на финансовые инструменты, на дачу, по волатильности, это будет основным блюдом, скажем так, протокола последнего заседания американского регулятора в 21.00 по московскому времени, то есть традиционное время для этого периода, правда, сессия. Обычно мы их разбираем в среду, а не в четверг. Ну, та же самая логика из-за праздничного дня. Протоколы не останутся без следа, без внимания рынка и без нашего внимания уж точно. Завтра мы подведем итоги. Ну, я надеюсь, что СС-20 регулярно просматривает брифинги. Уже сейчас прям сходу могут сказать, на какую риторику мы, в принципе, рассчитываем, что мы можем услышать и как это должно повлиять на то, что происходит с долларом. Теперь давайте конкретизируем, как и всегда, нефтянка 78.16 за окрытие прошлого дня, 77.26 сейчас. То есть после роста, который мы видели, не то чтобы существенный, но все равно, мне кажется, любое восстановление вблизи 80-ти – это опасное восстановление. Сейчас на рынке уже доминируют продавцы, и продавцы отыгрывают фонд совершенно другого содержания. Вот, в частности, подведя итоги вчерашнего дня, можно отметить сразу несколько факторов, почему, собственно, котировки росли. Во-первых, это угроза Ирана, который фактически сообщил о готовности блокировать поставки через Ормутский пролив, если северные штаты Америки не откажутся от своей чрезмерной агрессии в отношении данных исламского государства и не откажутся от затеи, собственно, установить санкции против тех, кто будет покупать дальше иранскую. Нет, после того, как санкции вступят в силу в адрес Ирана. Также участники рынка вполне возможно отреагировали еще на вчерашнюю статистику от Американского института нефти, когда запасы просели. Тут же вспоминаем прошлую неделю, когда вслед за снижением запасов от Американского института нефти у нас были очень схожие значения от администрации энергетической информации. И в прошлую среду, собственно, трейдеры очень активно пришлось среагировать на статистику, потому что запасы просели почти с небольшой натяжкой на 10 миллионов баррелей. Это одно из самых существенных и больших величин по снижению, собственно, с середины даже прошлого года, по текущий момент. Из других причин роста, может быть, для кого-то эта тема все еще актуальна, и кто-то считает, что будут еще на рынке шансы и возможности отработать ее дальше в плане роста, это опасения за перебои поставок из Ливии. Признаю, что действительно есть такая тема, и может быть, говорить о том, что потенциал, собственно, ее влияние в плане разгона котировок нефти уже полностью ущерпан неверно. Но я на себя такой ответственности брать не буду. Все же отмечу, что с должным уважением к этому фундаменту, что допускают, что рост может продолжиться. Но, друзья, как уже было отмечено ранее, мы с вами присматриваемся к продажам. Мы хотим продать как можно более дорогую, нет, чтобы, соответственно, заработать больше. Но я сейчас не вижу более-менее нормальных уровней для продажи, прежде чем котировки, собственно, не опустятся ниже 75 долларов за баррель. Если тот новостной фонд, который сложился, устраивает вас, и вы видите в нем потенциал отработать через покупки, через длинные позиции, ну, можете это делать все. Отметил я Ливию, почему эта тема довольно интересна, потому что из-за военного столкновения, собственно, приостановлена работа крупнейших нефтяных портов, и под угрозой экспорта около 800, может быть, даже больше. Вот вчера фигурировали цифры даже 850 тысяч баррелей в сутки. Что касается того, почему сегодня на азиатской сессии все же инициатива уже пришла к продавцам, я связываю это с твитом Трампа, который фактически довольно в острой форме призвал страны ОПЕК немедленно повысить объемы нефтедобычи, для того, чтобы остановить непрекращающийся рост цен на топливо. Да, действительно, американская экономика в целом, если посмотреть на потребительские цены, выпускные цены на нефтепродукты на внутреннем рынке, они растут уже четвертый месяц подряд. И все это вследствие, опять же, той восстановительной тенденции, которая была сформирована на рынке нефти. Трамп по-прежнему обвиняет ОПЕК в том, что они наглым образом манипулируют ценами. И есть даже уже сигналы, что на его призыв кликнула Саудовская Аравия, в частности, со ссылкой на короля Салмана, который обозначил готовность задействовать больше производственных мощностей, для того, чтобы поднять производство нефти в ближайшие 4-5 месяцев на 500 тысяч баррелей в сутки. В целом, ранее мы говорили о том, что добыча нефти через приведение в соответствие показателя сокращения производства, которое, как договоренность, было утверждено в рамках энергетического пакта, позволит выбросить на рынок дополнительно около 1 миллиона баррелей. Это в совокупности с всеми странами ОПЕК+. Сейчас цифры уже другие. Речь может идти даже о показателях в 2 миллиона баррелей. Это больше, чем все риски спада, которые были отмечены регионально, через Иран, через Ливию, через Нигерию и так далее. Поэтому я, друзья, все же, видите, с разных сторон, но возвращаюсь к идее того, что мировая экономика может внезапно оказаться на пороге очередного чрезмерного накопления запасов. А если мы еще и вернемся к теме усилившегося торгового противостояния, тогда будут налицо еще и риски замедления глобального экономического роста с последующим снижением спроса на нефть. Поэтому долгосрочная сделка – это продажа нефти. Но сейчас активности проявлять не нужно. Лучше дождаться, опять же, когда котировки спустятся ниже 75 долларов за баррель. Если вы относите себя к категории трейдеров, которые рискуют и попадают в точку, сейчас лучше, конечно же, все же действовать по тому новостному тренду, позитивному, который сложился для рынка нефти, и все же, как минимум, ориентироваться на возможности того, что котировки смогут добраться до 80 долларов за баррель. Но, еще раз повторюсь, это торговля-рискованное предприятие. Если не хотите попасть случайным образом в просаг, тогда не нужно мудрить, нужно придерживаться прежнего взгляда и ждать, что цены неизбежно опросят. Рубль 63.23. Дальше идем. Думаю, что не стоит останавливаться на курсе российской валюты. Это все нам предельно понятно. Евро против доллара 1.16.53. Европейская валюта несколько зажата сейчас в небольшом диапазоне проторговки. Рынок перезагружается, определяется с дальнейшим направлением движения. Хочу отмечить, что вчера на рынке снова обсуждали комментарии, сообщения со ссылкой на представителей Европейского центрального банка, который в целом сомневается, что ставки будут повышены в рамках еврозоны даже до конца 2019 года. Соответственно, если мы вернемся к идее того, почему Европейский центральный банк может даже отказаться от планов сократить программу количественного смягчения до конца этого года, получается, что мягкая политика в целом так и остается мягкой. А значит, у евро этот сержневой фактор слабости налицо. Не забывайте, друзья, что самой актуальной темой сейчас является усиление торгового противостояния. Медленно, но верно уже практически наступило 6 июля. Завтра начнут действовать, вступят в силу, в санкции. Постоянно путаю этот термин. Хорошо, импортные пошлины со стороны США в адрес китайской продукции общей стоимостью в 34 миллиарда долларов. Я думаю, что те из вас, кто все же копаются в новостях, также следить за новостными сводками внутри дня, уже наверняка могли так набрести на комментарии, о том, что Китай не то чтобы уже обозначает планы и готовность ответить, они фактически уже приняли решение действовать. И, скорее всего, да я даже сказал бы со стопроцентной вероятностью, сопоставимые по масштабам меры, тоже примерно на 35 миллиардов долларов, в общем объеме поставляемых товаров только уже из США, будут введены ответные импортные пошлины уже на американскую продукцию. То есть, как и отмечено было Трампом, точнее Китаем, никаких, скажем, подставлений вторых щек, никаких промедлений, а сразу же ответы на агрессию такой же агрессии. Вы наверняка понимаете, что это явно не тот новостной фон, который должен был бы сейчас способствовать росту спроса на рисковые инструменты, категории которых относится, разумеется, европейская валюта. Если мы с вами волей-неволей будем все же делать большой акцент на рост конфронтации торгов между США и Китаем, конечно же, косвенно можно будет говорить о сохранении таких же неопределенных отношений, обостренных, собственно, отношений с Европейским Союзом, где по-прежнему сейчас переговорщики бодаются по теме установления импортных пошлин на автомобили. Собственно, угроза это ясна, США вести пошлины на европейские автомобили сейчас действительно пытаются договориться, да и вроде как Трамп уже сказал, что если пошлины на американские машины будут сняты, то США также откажутся от подобных мер в отношении европейского автопрома. Но еще конкретики нет. Мы тоже следим за тем, как обстоят переговоры. Я думаю, что уже на следующей неделе нам точно будет о чем поговорить по этому вопросу. Пока неопределенность. Это то, чем вообще можно охарактеризовать саму тематику торгового противостояния Китая, США и Европейского Союза. Поэтому я призываю вас воздерживаться от длинных позиций, больше ориентироваться на короткие. Доллар и японская иена, новостной фон неоднозначный. Вчера об этом мы говорили. С одной стороны, хочется поставить насильную статистику по рынку труда и отметив, что сильные данные подстегнут нашу уверенность в том, что ставки будут повышаться. Но все же есть сдерживающие обстоятельства, контр, скажем, аргументы. Это вот эти самые импортные пошлины, которые начнут действовать. Может быть, рынок еще не до конца отработал весь негатив и последствия всего этого. Если нет, то статистика по штатам, конечно же, померкнет на фоне желания трейдеров увести капиталы снова в защиту. Если мы посмотрим сейчас на пару доллар-японская иена, мы снова отступили от сопротивления 111 и находимся ниже. Друзья, я предлагаю все же сейчас оставить, сохранить веру в рост доллара. Но чтобы попробовать выжать максимум, опять же, с той коррекции, которая может случиться в том случае, если трейдеры сделают большую ставку на интерес к японской валюте, как защитный актив, попробовать дождаться уровня 109.90 и уже на этой отменке разместить отложку Байлим. То есть поднимать, как только эту пару мы коснемся данной планки. Ниже вряд ли мы пройдем. Я уж не знаю, что должно произойти в плане усугубления отношений США и Китая, чтобы американская валюта просела существенно ниже планки 110. Поэтому и не будем даже рассуждать. Да, небольшое снижение еще может продлиться, но в конце концов, как ни крути, мы вернемся с вами как к идее роста доллара. Эта идея будет опираться на ожидание двух повышений процентной ставки до конца этого года. Немецкий индекс консолидации ГЕР-30 на отметке 12300. Меркель благодаря ее политическому удару смогла все же избежать развала коалиционного правительства через достигнутое соглашение по миграционному вопросу. Но почему же индексы не покупают? Да и все потому, что не ясно, как будет завершена текущая неделя, на каких аккордах мы закончим в плане роста и усиления торговой неопределенности и конфликтности между США, Европейским Союзом и Китаем. Поэтому трейдеры также не хотят попасть в просад. Настроения сдержанные, есть и покупатели, есть и продавцы, но силы практически равны. Друзья, я считаю, что без какой-то порции негатива мы, скорее всего, не останемся по этому же самому вопросу, о котором я только что говорил. Поэтому если вы торгуете немецкими индексами, если вы торгуете европейскими индексами, то нужно присматриваться сейчас к продажам. В частности, я предлагаю по индексу ГЕР-30 сделку с топ с отметки 12 280 пунктов в расчете на то, что индекс может скорректироваться к поддержке 12 000 пунктов. То же самое в плане негатива, характерный для американского фондового рынка, потому что там тон задается технологическим сектором. Что происходит с этим сектором, то, в принципе, происходит и с индексом S&P в целом. Поскольку мы с вами говорим про ответные действия Китая, мы знаем, что, скорее всего, ограничения коснутся деятельности американских компаний на рынке Китая. Это уже, собственно, и произошло, потому что буквально вчера Китай запретил продажу на внутреннем рынке несколько серий микросхем компании Micron. Тут же, собственно, эта корпорация по капитализации серьезно просела. В целом, все компании, которые работают в этой отрасли, показали плохие результаты в рамках дня. Весь сектор притопил, собственно, бенчмарку американского фондового рынка. И я считаю, что S&P, так же, как и NASDAQ, так же, как и Dow, будут еще испытывать давление. И уж точно это давление сохранится до тех пор, пока не прояснится, как дальше будут обстоять дела в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Поэтому по S&P также мы сохраняем короткую позицию. Фунт выше отметки 1.32. В начале брифинга уже говорили о том, что мы ждем дальше, поэтому повторяться не будем. Цепляемся теперь за сопротивление 1.33 в расчете на движение выше. Доллар Канарии, цель остается по-прежнему 1.30. Сегодня на азиатской сессии мы видим то, что пара продолжает снижаться. Австралийцы также снижаются к отметке 0.73. То есть мы уже ниже 0.74, друзья. Это настраивает на позитивный лад и все же делает еще актуальной нашу идею того, что мы доберемся до цели 0.73 до конца этой торговой недели. Ну, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам прибыльной торговой сессии. Контролируйте риски, не загружайте ваши депозиты, ставьте стоп-лоссы. Будем обсуждать и подводить итоги сегодняшней крайне насыщенной торговой сессии. Завтра, как и всегда, в прямом эфире через приложение Перископ. Поэтому, если есть возможность, я с огромным удовольствием вас всех приглашаю, скажем, на видеообзор в режиме Realtime. На этом все. Всего доброго. До свидания.